Здравствуйте! В эфире Якутия 24 новости экономики. В студии Евгений Баженко. 598 якутян получат работу на Верхнемунском месторождении, которое разрабатывает компания Алроса. Собеседования с жителями Верхневилюйского, Вилюйского, Нюрбинского и Сунтарского районов начнутся 12 февраля. Трудоустройство местного населения стало возможным благодаря соглашению республики с акционерной компанией. В 2017 году падение объемов жилищного строительства затронуло 6 из 8 федеральных округов. Наибольшее падение продемонстрировали сибирский и дальневосточный округа. Минус 16 и минус 10 процентов к предыдущему году соответственно. В то же время Якутия, как один из субъектов дальневосточного округа, свой план перевыполнила. Введено более 634 тысяч квадратных метров жилья, при том, что прогнозировалось 620 тысяч. Экономика России возвращается к циклическому росту, но без структурных реформ он будет невысоким – около полутора-двух процентов в год, говорится в экономическом мониторинге Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Рост ускорится, считают эксперты, если власти решатся на бюджетный маневр, сократят непроизводительные расходы и увеличат расходы на образование, здравоохранение и инфраструктуру. Такая возможность уже обсуждается в правительстве и администрации президента. Руководство компании «Теплоэнергосервис» главы и депутаты улусных собраний Алданского, Усть-Майского, Аймеконского и Истьянского районов республики обсудили исполнение ремонтной и инвестиционной программ 2018 года. Речь шла о строительстве и модернизации объектов теплоэнергетики и подключению жителей отдаленных населенных пунктов к тепловодоснабжению в зоне деятельности «Теплоэнергосервис». В 2017 году объем рынка такси в России составил 575 миллиардов рублей, говорится в исследовании, проведенном аналитическим центром при правительстве России. Все большее количество потребителей предпочитает осуществлять заказ такси вместо того, чтобы ловить машину на улице. В исследовании отмечается, что увеличение доли агрегаторов, сейчас это более трети рынка, сделало такси доступным большему количеству потребителей. После заявления президента России Владимира Путина о том, что в стране есть возможность сделать бензин гистополево дешевле, Федеральная антимонопольная служба провела совещание с нефтяными компаниями о ситуации на рынке. Выводы. Условий для необоснованного роста цен не существует. Стоит напомнить, что в 2017 году, согласно статистике антимонопольной службы, дизель подорожал в среднем на 15%, бензин в зависимости от марки на величину от 7 до 10%. И это при общем уровне инфляции в России порядка 2,5%. Обязанность уплаты акцизного сбора на топливо могут переложить на продавца, то есть на заправочные станции. Сейчас его взимают в нефтеперерабатывающих заводах, то есть с производителей топлива. Вопрос, рассматриваемых в правительстве Российской Федерации изменений самой технологии сбора акцизов, мы считаем эту схему неправильной. Ведь схема предполагает, что если сейчас акциз собирается централизованно с нефтеперерабатывающих заводов, то в предполагаемой схеме сбор будет осуществляться через автозаправочные станции. Таким образом, система администрирования самого налога, она расширится. Более 100 заправок у компании «Саха нефтегазбыт». У наших партнеров и конкурентов также порядка 50-70 заправок на территории республики. А если взять по всей Российской Федерации, представляете, насколько огромная система взаимоотношений у каждого предприятия, реализующего нефтепродукты, возникнет с налоговой инспекцией, какие взаимоотношения. Очень сложно. То есть сама собираемость налога попадет в такую трудоемкую, огромную работу. Алроса направила на развитие Оленекского района около 17 миллионов рублей. Деньги поступили от дочерней компании «Алмаза Анабара». Об этом жителям села Оленек рассказал первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников во время ежегодного отчета региональных властей. «Алмаза Анабара» впервые на весь срок действия лицензии по недропользованию подписала соглашение о сотрудничестве с Анабарским, Булунским и Оленекским районами. В Мирненском районе отмечается самая низкая безработица в Якутии. Она составляет 4,5%. Общий уровень по республике 7,2%. В следующем году ожидается его снижение до 7%. Об этом во время отчета органов госвласти в Мирном сообщил премьер-министр Якутии Евгений Чекин. По его словам, район является лидером по уровню социально-экономического развития муниципальных образований. А с 2014 года здесь наблюдается увеличение численности населения. Центробанк намерен проверить некоторых своих сотрудников на детекторе лжи. Им могут задать вопросы о коррупции или разглашении информации. Сотрудники всерьез обеспокоены, сообщает газета «Ведомости». 7 из 10 школьных учителей подрабатывают репетиторами. Пришли к выводу в высшей школе экономики. Весь рынок репетиторства страны оценивается в 30 миллиардов рублей. Развитие интернета способствовало широкому распространению такой услуги, как онлайн-репетиторство. Видеоуроки, занятия по скайпу. Онлайн-предложений очень много, а не дешевле обычных. Но выбрать качественный курс в сети и найти хорошего педагога непросто. Сегодня, 7 февраля, отмечается День российского бизнес-образования. Дата появилась в календаре профессиональных праздников только год назад. Февраль – это традиционное время планирования и старта новых проектов. Предыдущий финансовый год уже закрыт, и компании, подведя итоги проделанной работы, строят планы на будущее. К этому часу все. Оставайтесь в курсе экономических событий вместе с нашим каналом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok